А как вот красиво спрятать свою голову от солнечного удара, знает наша гостья. Здравствуйте, Вероника. Это Вероника Кошкина, та самая. Имидж-стилист. Здравствуйте, Вероника. Вероника, доброго утра. Расскажите, пожалуйста, какие панамы носить? Вообще, какие головные уборы? Какие головные уборы в моде? В моде сейчас практически все головные уборы, начиная от соломенных шляп, по типу канадсье с небольшими полями, заканчивая широкополыми красивыми шляпами, с лентами, которые можно завязывать, козырьки актуальны, повязки, платки мы носим в качестве бандан, в качестве косынок. И также такие вот тонкие, я вам сейчас покажу даже. Галстук у мужа. Вы у мужа галстук сперли. Похоже. Мы их также можем повязать на голову, я тоже могу вам это продемонстрировать. Ну что ж, давайте. Вот знаете, Вероника, мне кажется, самым сложным в этом всем процессе скрытие головы и примоднений является завязать тюрбан. Тюрбан, говорят, очень модный, тоже аксессуар нынче, его носят с купальниками. Это действительно трудно и может сделать только опытный человек? Это несложно. На самом деле достаточно посмотреть пару видеоуроков на YouTube, и будет все понятно. Вот. Я вам, к сожалению, сейчас не смогу продемонстрировать, как завязать тюрбан, так как у меня большого платка в данный момент в наличии нет. Я вам могу показать, как сложить, например, платок, чтобы повязать повязку. То есть вот есть у нас повязки вот такого плана, и если, допустим, повязки у вас такие отсутствуют, можно из простого платка, который примерно 50 на 50 сантиметров, сделать такую повязку. Давайте внимательно наблюдаем за этим. Давайте. Значит, смотрите. Берете платок, складываете его по диагонали, как мы обычно косынки складываем. Затем вот эти вот уголочки мы подгибаем друг под друга вот так вот ровненько. Сейчас покажу быстро на себе. Вот таким вот образом у нас получается лента. Эту ленту мы можем, допустим, под волосы и завязать, так скажем, такой вот игривый. Банчик? Здесь вот банчик. Да-да, я завязывать не буду, чтобы это долго не было. Можем этот банчик убрать совсем туда вот под волосы, и у нас получится повязка. Сейчас. Придемонстрирую. Вот таким вот образом. Кроме того, я вам сейчас еще один лайфхак покажу. Если девушка собирает волосы, при том, вот, в пучок, мы можем также вот этот вот платочек повязать поверх пучка. Я, конечно, очень все делаю. Нет, ну схематично, но тем не менее понятно, Вероника. Спасибо, да, огромное. И оставить концы лентой, да, такой? Да-да-да-да-да. Также с большими платками можно поступать. Можно вот, например, с галстучками, с такими. Вот, как вариант. Скажите, Вероника, откуда вообще пришла такая тенденция мода на вот эти все ленты? Все лично мне это напоминает какие-то, ну, такие 50-е, 60-е, причем даже не советские, а именно, ну, американской стилистики, или как минимум, ну, точно европейской, да? Да-да-да, у нас сейчас мода очень собирательная, и как бы нельзя сказать, что, ну, это откуда-то там конкретно пошло. То есть это с каждым годом, это было, это просто набирает обороты, раскрывается, и тем самым вот на сегодняшний день у нас мода многогранна, поэтому мы можем использовать как бы как тренды, там, 50-х, 90-х, 80-х, все это миксовать, сочетать, будет прям здорово. А что вот у мужчин? У них тоже платки и банданы? Или для них больше актуальны в тенденции шляпы и, как эти, бейсболки, да? Ну, такие кепки. Да-да, кепки, да, кепки, бейсболки мужчины носят, шляпки с небольшими полями, канатье с прямыми. Так, что еще у нас мужчины? Ну, в принципе, мужчин-то выбор невелик. Мужчинам намного проще. А палатки мужчины сейчас носят, потому что в конце 90-х, помните, Тупак Шакур, у него тоже были специальные платочки, это один из его, в общем-то, фишек, такой элементов образа. Одна из фишек была, да. Сейчас как? Ну, сейчас нет, конечно. Сейчас мужчины больше, знаете, вот там, панамы, например, тоже очень актуальный на сегодняшний день вариант. Для мужчин, которые любят более такой спортивный стиль, расслабленный, почему бы не сочетать панаму, например, с толстовкой, свитшотом. А, еще, кстати, кепень, ой, козырьки. Да, 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 тоже актуально. Но это больше тоже для девушек, конечно. Ну, что ж, и не забывайте про широкополые шляпы, да, они до сих пор остаются, и на лентах, вы еще сказали, будет, особо свежо смотреться. Да, на лентах свежо, да, смотрится. Широкополые шляпы, они в каких-то богемных образах отлично просто сыграют, и на пляже, конечно. Ну что ж, спасибо вам огромное. Вероника, у нас еще остался к вам вопрос, и мы вот интересуемся у телезрителей, как они относятся к загару. Загорают или считают, что это вредно, и пытаются уйти с явного пекла в тень. Вы, любительница, потаять под солнцем, поплавиться? Иногда, да, знаете, иногда по настроению это нужно, ведь витамин Д в наших сибирских условиях с нашим коротким летом, это просто незаменимо. Иногда нужно, но в меру, конечно. А у вас есть какой-то секрет хорошего загара, потому что, судя по оттенку вашей кожи, у вас он такой уже получился и равномерный. Благодарю. Ну, секрета нет как такового. Я предпочитаю загарать утро. Тогда солнце менее активно, и, естественно, спасаться солнцезащитными кремами, спреями. Ну что ж, вот такая грамотная подборка и образов, и загара от нашей гости. Напомним, с кем мы разговаривали. Вероника Кошкина, имидж-стилист. Стилист, запоминайте, потому что Вероника еще к нам будет приходить в гости и рассказывать фишечки того, как же нужно правильно одеваться и как всегда быть стильным и в тренде. В тренде. Спасибо большое, Вероника. Желаю вам отличных выходных. И без всяческих погодных происшествий, чтобы вы в них не попали. Субтитры сделал DimaTorzok.